Добрый-добрый-добрый день всем, у микрофона друг, это студия игрокам ТВ, и у нас продолжается абсолютно обратный поток времени. Только что мы отстримили матч, который был 11 мая, теперь переключаемся к матчу, который был 4 мая, и наблюдаем за тем, как команда Basically Unknown сражается у нас с Team Empire. До этого были Virtus.pro против Basically Unknown, теперь посмотрим, как Империя против Unknown у нас отстоит. Virtus.pro сыграли со счетом 1-1 и смотрелись вообще тухловато в первой игре, но глянем, что тут ждет Империя. Империя вроде как помощнее коллектив. Посмотрим, как им, по зубам ли им Basically Unknown и вызовет ли вообще трудности. Beastmaster для Team Empire, скорее всего, отправляется на мидлейн у нас Resolution на этом герое. Этим Beastmaster, кстати, был выигран Dota 2 Champions League, если не ошибаюсь, против Vichy Gaming там без чудеса творил. Да и вообще Resolution на Beastmaster смотрится слишком хорошо. Visage. Также в пике Team Empire, Рубик и Феникс на сложную для Уба. Basically Unknown. Забрали себе Shadow Demon, забрали себе Зевса, Гирокоптера, Вичдоктора и Акса. Shadow Demon плюс Акс. Очень серьезная комбинация. То есть ты выходишь из Disruption, а здесь на тебя рет стоит Акс. Просто в шоке. Вроде на секундочку в Астрал отправился, возвращаешься, а там вообще другая картина на карте. Вот. Также Vichy Doctor, Гирокоптер, все это, разумеется, тоже под Shadow Demon заходит просто на ура. Ну и Зевс. Зевс, скорее всего, отправится на мидлейн. Посмотрим, куда отправят СД у нас. Будет ли он с Аксом в паре. Либо Гирокоптер у нас будет в паре с Shadow Demon пока что неизвестно. Но на самом деле комбинация Shadow Demon плюс Акс классная. Ну и Гирокоптер плюс Вичдоктор тоже, в принципе, могут постоять без вопросов. Со стороны команды Team Empire на сложную линию, скорее всего, отправится у нас Феникс, на котором будет играть Уба, Визаж и Рубик. Это Aloha Dance, Always Wanna Fly, Beastmaster, это Resolution. Ну и еще один герой для Сайвента. Забанили Разора, Байсикли Аноун. Даже непонятно зачем, но забанили, хорошо. Гирокоптера тоже для Сайвента не будет, потому что он у нас для Ника в составе команды Байсикли Аноун. Будет ли Кан? Будет ли Кан? И вот вам дикий вообще пуш. И тебе Фамильяра Визажа, и Beastmaster от Resolution не бывает без Некрономиконов. Некрономиконы, Кабаны, много всего. Все бьет сильно, все бьет по многу. Ну и, конечно же, Волки, Ликантропа и Хауль. Ну, здесь пушить не перепушить. Чем отпушиваться команде Байсикли Аноун, кроме... Хотя есть чем отпушиваться на самом деле. Есть Флэгкенон от Гирокоптера, есть Акс, который любое количество героев встретит. Правда, Аксу не так-то комфортно против Некров стоять. Будет во время пуша команды Эмпайр. Но, тем не менее, при желании можно пушиться. И для Гирокоптера на самом деле это даже подарок. Если крипы будут постоянно ввалить у нас в сторону базы Байсикли Аноун. Минута с 20. Гирокоптер через Флэгкенон всех забирает, зарабатывает деньги. А там, гляди, и вылазку сможет сделать Байсикли Аноун. Если вдруг не по их сценарию будет развиваться игра. На топ-лейн уже отправляется у нас Алоха Дэнс на Рубике. И Always One Offline на Визаже. Туда же к ним отправится Сайлент на Ликане. Резолюшн, Мидлейн, Бистмастер. И на нижнем лайне в сложной стоит у нас Феникс от Убы. Щачло на Аксе возможно будет стоять в Соло. И Трипла отправится на топ-лейн. Тоже такое может быть. Не знаю, сможет ли Акс. Наверное, сможет. Против Убы можно будет постоять Аксу. В принципе, Щачло будет убивать за счет Контер Хеликса. Ему даже не обязательно бить с руки. Если вдруг тут Спириты залетят от Феникса. Не критично. Крутиться медленнее Акс не станет. Эрайз забирает Баунти Руну на топ-лейне. Внизу Баунти Руну забирает Резолюшн. Все, мидеры свое получили. Резолюшн готовится выйти в Фаст Боттл. У Эрайза тоже Фаст Боттл. В скором времени будет. Пойдут ли убивать Курьеров? Хотя бы кто-то с любой сторон. Ну, пока не вижу. Пока не вижу. Ну, по закупу будет понятно, что тут два крипа и Боттл. Боттл уже побежал к Резолюшну. Ну, и никого из команды Басикля. Ранон нету. Шадоу Демон не успевает. Попросту не успевает. Ну, все. Топ-лейн. Соло здесь стоит у Ба. Феникса отправили в топ-лейн. И Сайлен будет фармить против Шачло. Триплу поставили в сложную. Трипла будет против Акса. Акс здесь в соло. И теперь у Акса проблема. Малоха Дэнс плюс Always One Offline. Даже то, что крутится у нас Шачло. Или Берсеркер Колл, который дает нормальное количество физдефа. Не спасет от плевка Always One Offline. Не спасет от Фейдболт. Рубика. Так что у Шачло ситуация дискомфорт абсолютный. Сайлен 4 на 2. Шачло 0-0. Первый крип для Шачло падает. Ну что, могут уже нападать на Шачло. Малохауль пошел нас от Сайлента. Шачло не поднимают. А пора бы. Телекинез есть у Алоха Дэнс. Но пока просто настреливает по Аксу. Визаж у нас ушел на мид-лейн. Хоть какую-то экспу, видимо, получить. Always One Offline пока первого левела ни единого поинта экспириенса не получает. У Резолюшина уже третий левел. Второй кабан. Вторая птица. Первый в Wild Axis. Уба на топ-лейне. Второй левел против него. Нико на Гирокоптере. Остается пока что в Соло. Тоже второй с копейками. 6-4 у него. Ну и Стономен тоже здесь. Стоманен. Ловят у нас Феникса через ракету. Такая будет комбинация. Значит, Рокет Барадж и Хоминг Миссил от Ника. Да, это работает. Я это вижу первый раз. Но я вижу, что это работает. Ракету зарядили, бросили в дизрапшен. А из дизрапшена ты выходишь и ловишь ракету. Простейшая, очень простая комбинация. Но при этом, я думаю, действенная. Если бы не Escape Феникса встроенный. Речь идет сейчас об Икарус Дайви. То, конечно, оба здесь бы и остался. Но есть такой скилл. Хотя КД долгий на нем. Поэтому заспамить, я думаю, не проблема. На ракетке здесь кулдаун 20 секунд. А на Икарус Дайви 30, по-моему. 36 даже на Икарус Дайви. И от левела он меньше не становится. Перемещается Always Wanna Fly. Вниз у нас еще. От команды Empire. Подсейвить своего тиммейта, как я понимаю. Потому что ничего хорошего здесь и Феникса не ждет в принципе. В итоге у нас дабла внизу от Empire. Aloha Dance плюс Silent. Always Wanna Fly плюс Uba на топ-лейне. И Midlane Resolution против Arise. Resolution еще неплохо против Zews состоит. 17 на 3 Zews. Resolution 14 на 4. Должно было быть хуже. Но, видимо, Resolution в порядке у нас. Но не видимо, это факт. Resolution действительно в порядке. Кэп Капитана Empire. Ой, Кэп Команда Empire. Выглядит очень даже уверенно. Причем на всех стадиях игры. Always Wanna Fly. Занимается отфотами. ФБ у нас не было. Не похоже на самом деле на игру Empire. Обычно не агрессивничают на ранних этапах. Но здесь, видимо, решили просто стоять и фармить. Попрет команда Unknown в третьем. Не попрет. Будем фармить. Потом все равно рано или поздно драка будет. Шачло. Агрит на себя Silent. Поднимает у нас Шачло. Под Тауэр Шачло. Пара-тройка ударов будет от Тауэра. Ну и выхиливает его Перевел. Первого левела Каски. Первого левела Вуду Ресторейшн. Больше пока ничего не вкачал Вич Доктор. Хотя есть третий левел. Все. Каски на два уже. Прокачал Вич Доктор. И файт таким образом закончился. Четыре минуты сыграли. По голде. Empire выигрывает 400. По экспириенсу 150 для Basicly Unknown. Ну и ФБ у нас забирает Герокоптер. Убивают у нас Always Wanna Fly на визаже. Та же схема, как я понимаю. Герокоптер через ракету. И через Disruption Shadow Demon. Ну а зачем что-то выдумывать, если все уже давно было выдумано? Пятая минута. ФБ для Basicly Unknown. Плюс по золоту. По экспириенсу они как были впереди, так впереди и остаются. Пью Ривел. Полетели Каски в Сайлента. На Крипа. Дальше на Алоха Дэнса. На Крипа на Алоха Дэнса. Сюда сразу же идет ТП от Always Wanna Fly. И погнали назад. Сайлент. Есть Хауль у него. Пью Ривела надо чем-то ловить. Телекинез долго откатывается в Алоха Дэнс. Always Wanna Fly тоже у нас никого не словит, не стопит. Ну и все. Always Wanna Fly прилетел непонятно. Зачем сюда? Уба остается в Солон на топ-лейне. Пять минут, один фраг. Что за скукотища? По золоту. Бейсиклян он уже впереди. По экспириенсу 750. Наращивает преимущество. По экспе. Ну, неудивительно. Always Wanna Fly у нас третьего левела. И Always Wanna Fly гуляет по лайнам. Причем не заходя туда, где формятся крипы. Поэтому левел практически не капает. Always Wanna Fly он вообще немножко потерянный у нас. В разных частях карты. Пользы никакой. Разве что на ФБ отдался. Польза для команды соперника. Пока Always Wanna Fly себя не нашел. Ба-бах. Феникса половину хп сбили. И все, ракета уже откатилась у гирокоптера. Непонятно, почему не максит хоминг миссил здесь гирокоптер. Есть смысл. Тут просто-напросто уничтожить можно Феникса. Тиммейтов рядом нет. А в соло убивать ракету никто не способен. Если не два таура только тебе помогают. Можно было бы, я думаю, Никой промаксить ракету. Например, одним флагканоном пожертвовать. И третьего левела ракета уже бы Фениксу жизнь портила несказанно. Сто Монен уже имеет тапок. Есть у него Кларити, Варды. Второй левел. Ой, печальнее даже, чем Визаж. Визаж почти четвертого. Сайлент ломит у нас каски. Каски дальше на Алоха Дэнс. Должен поднимать Телекена Шачло. Возвращает его куда-то под тавер. Шачло здесь убивает. Убивает также Сайлента. Сначала Рубик забрал Акса. Потом Акс забрал Ликана перед смертью. Странно как-то. И представляют отвращающийся труп Акса, который перед смертью контр-Хеликсом бьет по голове. Беднягу Ликана. Ликан развалился. Или Акс у нас сайлент. Нет, Баттл Хангер, по-моему, не был проюзан на Сайлента. Так что, скорее всего, крутанулся где-то перед смертью. 2-1 становится счет. Графики стремятся в сторону команды Эмпайр. Разница там небольшая. В принципе, практически в ноль идут команды. Все очень даже ровненько. Обходит у нас Сайлент Шачло в спину. Алоха Дэнс под Баттл Хангером. Кабан уже здесь. Наорали у нас. На Вич Доктора. Вич Доктор в таверну. Сайлент входит в форму. Кулдаун у нас от Гирокоптера. Приходит сюда Ника. Сайленту надо валить отсюда. Улетает отсюда Уба через Икарус Дайв. Ника будут цеплять. Должны, по крайней мере. Так, Ника у нас ловит. У Ника нет маны. Рокет Бараш заканчивается. Ника на лоу ХП без маны. Правда, есть бот у Гирокоптера. Отпивается Ника без фрагов боли. Только Вич Доктора забрали игроки команды Эмпайр. ТПшки свое дело сделали. Гирокоптер здесь отогнал всех. Хоть шачло. Иначе два фрага Эмпайр делали бы со 100% вероятностью. Олвейс Фунафлай перемещается на мидлейн. Девятая минута идет. У Визажа пока нет шестого левела. Надо просто стоять где-то рядом. Получить этих несчастных фамильяров. У Феникса уже есть Транквил Бутсы. У Пьюр Ивол один несчастный тапок. Шадоу Демон с тапком. Зевс у нас уже с Аркан Бутсами. Есть Сол Ринку и Райза. Есть Боттл. Еще и 500 на руках. У Гирокоптера есть Фейс Бутсы. Есть также Ринков Аквила. Есть Боттл и Мэджик Вонт. Ника в принципе под ноль закупился. Ну и Акс с Транквил Бутсами. 1600 у Шачло на руках. Осталось еще 700 копеек до появления Даггера Шачло. Бестмастер в это время. Выходит в первый Некрас. Чуть-чуть остается до появления рецепта на первую книжку. В визаж ничего нету. Даже до Транквил не дорос. У Феникса есть Транквил. После Транквилов Гловс оф Хейст и 590 на руках. Готовится выйти Уба, как я понимаю, в Мидас. После Мидаса... Ну что там после Мидаса? По классике Юл ожидаем или Аганим. Что захочет Уба. Но обычно собирается раньше Юл. Потом уже Аганим. Минус Акс делает в лесу. Минус Акс у нас на карте. Эмпайр делает фраг в лесу. Команды Бесиклян Ноун. Тут фармил Шачло. Думал, никто его не видит. Ну на то она и птица, чтобы все время пасти всех. В это время умирает здесь Сайлент. Да что ж такое-то, а? Все по лесам гуляет у нас команда... Команды, чтобы Секлян Ноун, что Эмпайр по вражеским лесам прогуливаются. Ну и видим, не безрезультативно. Забрали у нас Сайлента. У Сайлента есть Хедреска. Ой, Ликан у нас куда выходит? Куда эта Хедреска? Хедреска тут новая, по-моему, вещь. Так уйди. Уйди отсюда. Хедреска, да, у нас Хедреска теперь организует... Владмир. Слушай, этот Смоук просто достает вообще. Одного, второго, пятого, десятого. Да, Хедрес теперь у нас является частью Владмир. 3-3 счет. По Галде Эмпайр полторы тысячи. По Экспириенсу 500. Смотрим Нетворсы. 4-700 для Резолюшена Мидлейн. Бестмастер 4-400. Мейнкерри Нико. На Гирокоптере 4-100. Эрайс. Дальше идет Сайлент 3-200. Почти тысячу от третьего места отстает у нас Сайлент. Плоховастенько. Все-таки мейнкерри команда Эмпайр должен фармить получше. Выходит команда Бейсиклян Ноун у нас за Т1 уже. Сто Монен пытается найти где кто есть. Памильяры садятся на голову у нас Шадоу Демона. Шадоу Демона будут забирать. Хауль провязали. Тут даже у нас колдаун. Сайлент отходит. Почти половину хп Сайлент услеили. Все. Сайлент в форме. Побежал за Сто Моненом. Рубик забирает в это время Зевса. И забирает также у нас Шадоу Демона. Визаж его забрал. Ну и Гирокоптера тоже здесь загонят. Минус. Три делает в данном файте команда Эмпайр. Алоха Дэнс делает даблкил. Уже я тут вижу Некров от Резолюшена. Ну еще бы. И пошла жара в хату. Посыпались барраки. Минус Т1. Сто процентов делает команда Эмпайр. Немножко еще будут действовать Некрам. Можно чуть-чуть пропушить. Нет. Резолюшен забирает Малых с собой и уходит. Малые просто дикие. Ты посмотри. Они про, они оторванные. Это самые жесточайшие вообще ребята во всей доте. Правда сейчас они закончатся. Ну ладно. Так бежали. Некрономиконы это просто какой-то подарок вообще. От Гейба Ньюила и всех разработчиков. Внешний вид Некрономиконов во втором. Я имею ввиду во второй доте. Ульта пошла у нас от Гирокоптера. Гирокоптера в итоге в Супернове развалили. И даблкил делает в этом файте Никой. Колдаун на Алоха Дэнса. Алоха Дэнс. Рокет Бараш украл. Ну и Никой в итоге у нас убивает еще. И Рубика минус 3 делает Гирокоптер. Триплкилл в одном файте. Куча деньжищ для Гирокоптера. Пожалуйста. 850 Гирокоптер в одном файте. Зарабатывает по Териале Акса. Некритично. В любом случае в плюсе остались Бейсикли Аноун. 1400 для них по золоту. И 2800 по экспириенсу. На 2000 больше чем команда Эмпайр. Ну и графики тут волей-неволей все равно идут к нолю. Движутся в сторону Бейсикли Аноун. Ликан. Уже с Владмиром. Есть Эйдж Маск. Наверное в Солар Крест пойдет у нас Ликан. А может быть Ликану был бы смысл приобрести Некров. Точно так же как и Резолюшн. Представляете да? Две пачки Некров. Все это под Хаулем. Все это под Владмиром. Все это бьет Хиллица. А теперь у нас Владмир дает вампирик даже для рейнджевых героев. Фамильяры хилятся и бьют сильнее. Ну очень серьезно. В это время Резолюшн забирает у нас Акса Шачло. Тут фидер вообще жесточайшего калибра. Резолюшн. Рокет Бараш себя впитывает. Доминейтинг уже для Ника. Будут файтиться с Алоха Денсом. Ну и еще один килл от Ника. Даблкил в этом файте. 6-1-0 идет Герокоптер. Вич Доктор у нас. Получал от Некров. Убил в итоге Некров. Потерял половину ХП. Но денег заработал. В это время Роха падает для команды Эмпайра. 8-8 становится счет. По голде 1-3-8-8. Бэйсикли Аноун зарабатывают в этом файте. По экспириенсу 2-124. Графики все равно движутся в пользу Бэйсикли Аноун. По золоту Эмпайр сейчас выигрывает 2-5. По экспириенсу 1000. Но чем дальше в лес, тем страшнее. Герокоптер зарабатывает фраги. А скоро появятся серьезные артефакты. Немножко совсем до Сенжин Яши. Герокоптер остается. Дальше будет... Не знаю, даже будет БКБ или не будет. Наверное, не будет. БКБ здесь... Разве что Терекинесы выйдет от Алоха Денса. На самом деле важная вещь. А так, в общем-то, Бисмастер орет сквозь БКБ. Не проблема совершенно. Лекану на БКБ Фиолетово. Лекан просто бежит и бьет. Ну и плевок от визажа разве что. Хотя фамильяры есть тоже. Тоже стоит задуматься. Ну, может быть, пойдет по дефолту. У нас Ника приобретет себе Блэкинг Бар. Команда Байсикли Аноун на топ-лейн. Т1 битый не сильно. Меньше половины ХП забрали. Что, файты закончились? Окей. Давайте смотреть вещи, раз закончились файты. 1200 есть после Head of Midas для Убы. У Резолюшена уже вторые Некрономиконы. Немножко остается до третьих Алоха Дэнс. Сурнов Шадоу с Аркан Бутсами. У визажа есть Медальон, есть Транквил Бутси. В Солар Крест, скорее всего, выходит так. Пошел у нас файт. На хайграунде команды Аноун. На хайграунде, разумеется, подъема в Секрет Шоп. Убили Зевса. Забирает его Резолюшен. И теряют Ликанов. Плюс, конечно же, для Байсикли Аноун. Немного по экспириенсу поднимает Аноун. Тут разница вообще никчемная. 17 всего по голде на 130 больше заработали в этом файте. 9-9 счет. Графики. Эмпайр. 3 с копейками. Плюс по золоту по экспириенсу 1700. Тоже для Империи. Алоха Дэнс. Во вражеском лесу. Решил тут повардить немножко. Получилось на ура вообще у Алоха Дэнса. Алоха Дэнс. Вух. Дез Вардом тут Пью Ривала чуть не развалил. Еще и Фейт Болт. И Пью Ривал кое-как через Вуду здесь отъедается. Уже здесь иллюзия визажа. Ну-ка, Алоха Дэнс живи. Ну и Зевс верхний забирает у нас Алоха Дэнса. Классненько. Кто там Unstable Streak сделал? Гирокоптер забрал Резолюшена. Unstable Streak. Да. Команда Эмпайр теряет все, что зарабатывала. Сложно и очень даже долго. С двух с копейками до трехсот по экспириенсу спускается. По голде три тысячи впереди. Империя по-прежнему. Кулдаун от Ник. Налог АП Сайлент. Сайлент скорее всего в таверну. Да, шачло. Убивает у нас Сайлента. Минус мейнкерри. И по голде шсот тридцать на одном Сайленте поднимает команда. Basic Act Unown. Ну и тысяча двести по экспириенсу. На топ лейн выходит команда Basic Act Unown. В принципе забирают здесь тавер. Причем без проблем вообще вся Team Empire была либо в своем лесу, либо на мид лейне. Но БУ дальше идут. Empire теряет по голде свое великолепное преимущество. С четырех тысяч спускаются на одну тысячу по экспириенсу. А Basic Act Unown уже выигрывают две тысячи. У Бестмастера уже имеется Некра третий. У Алоха Дэнс. Даггера пока что нет. Еще далековато до него. У Феникса появляется рецепт на Шивас Гвард. Вот куда у нас уба идет. Шивас Гвард будет. Никаких тебе юлов, никаких аганимов. Если и будет, то попозже. Тоже вещь полезная. Через Икарус Дайв ворваться, всех заморозить. А дальше дерись не хочу. Дальше у нас Лекан вместе со своими собаками разберет любого. Полторы тысячи золота Империя. По экспириенсу тоже немножко возвращаются ближе к нолю игроки команды Империя. Полторы тысячи проигрывали. Теперь до тысячи спустили свое отставание. Ну и не файтятся. Сейчас Эмпайр ждут, видимо, своих важных артефактов. Третий Некра есть у Бестмастера. Тут хотя бы тапок проградить Бестмастеру. И можно будет нормально файтиться. Понятное дело, что тапок здесь будет, я думаю, один-единственный. Это будет Бутсов Тревел для Бестмастера. Поэтому не так-то и скоро Резолюшн сможет данный артефакт получить. Эмпайр в верхней части карты. Резолюшн встречается сразу же. Очень быстро разбирается с Шадоу Демоном. Встреча была короткой. Юзнул Резолюшн Праймал Рор. Моментально не хотел он отправляться в Дизрапшн. Не нравится ему в Астрале. Сразу же Некров провязал, чтобы они в это время ввалили у нас саппорта команды Бестмастера. Ну, оно того стоило на самом деле. Плюс ДД у Бестмастера. Разваливают Т1 по топ-лейну. И можно под Т2 тоже подпушить. Кабан есть, Волки есть. Сайлент здесь, здесь Уба. И у Зевса появляется Бладстоун в это время. Куда улетел у нас Сайлент? Сайлент улетел вниз подфармить. И дальше можно, в принципе, и на Роху перемещаться. Через полторы минуты будет Рошан. Шачло вместе с Ника по нижнему лайну. Будут выходить на Т1. Уже здесь есть Феникс. Эрайс готов дать ульт. Шачло начинает пушить Т1. Игроки команды Эмпайр вчетвером стоят. Готовится дефать. В это время Резолюшн по мид-лейну у нас подпушивает линию. Ну и все, Т1 отдают. Эмпайр без боя отдают. И Карл с Дайфью за Итуба просто, чтобы уйти отсюда. Так, колдаун пошел от Нико. Просто по-быстрому пачку крипов забрать, подфармить. У Нико уже есть Сэнджин Яша. Есть Квартер Став для Гирокоптера и 2800 на руках. В принципе, достаточно быстрый Баттерфляй будет для Гирокоптера. Никаких БКБ, никаких доминаторов. Квартер Став, кстати, не знаю, почему, почему не собрать со старта Талисманов Эвейджен, не ясно. Возможно, пораньше там в какой-то хлипенькой ситуации Квартер Став приобретал себе Гирокоптер. Непонятно. Ну, вряд ли это будет что-то еще. Куда нас Кварта Став, только в Обливиан Став. Это рефрешер или это Оркит. Ни Оркит, ни рефрешер на Гирокоптере не собирается. Если, конечно, не полностью отмороженный водитель Гирокоптера. 2500 Эмпайр и по экспириенсу Эмпайр в плюсе 300 экспы. Хотя проигрывали по экспе, вы видите 2000. По золоту так после там шестой минуты и не спускалась Эмпайр ниже показателя в 1000 с копейками. Сейчас 3000 плюс золото для Империи. Убы меньше тысячи остается до появления Шивы. У Бестмастера уже есть Даггер. Забил Резолюшн на Бутсов Тревел. Понял, что лучше с командой врываться. Просто врываться первому и орать, чем самому прилетать на какую-нибудь птицу и стараться файтиться в соло. Пока рановато для Бестмастера. Нет Аганима, нет достаточного количества хеллспоинтов. Дэв тоже хромает немножко у Бестмастера. Пришли забирать вражеских Эншентов. Огроки команды Эмпайр могут себе позволить. В принципе ничего им тратить для этого не нужно. Из того, что может понадобиться в файте. Разве что Хауль, но это тоже не страшно. Всех по чуть-чуть забирают. В итоге по голде тут исправят положение дел. Я думаю, что где-то на 1000 шагнут вперед. Нико не знает, где его оппоненты. Поэтому стесняется выйти. Тут под фамильяров. Все, Нико. Остается 1000 золота до появления Баттерфляя. К этому моменту неплохо бы Лекану приобрести себе, например, например, например. Ну, например, неплохо было бы приобрести МКБ. Но он покупает Некрономикон и сразу же второго левела. Ну и теперь Флэг Кэнон от Гирокоптера станет мучительно больным для Гирокоптера. Вы понимаете, если через Флэг Кэнон случайно он забирает двух красных крипов, двух красных Некров, то у Нико 70% ХП как будто не было. А может же забрать. Чем больше у него дэмэджа, тем легче подставиться. Шачло агрит на себя Сайлента. Уже здесь Райз. Сайлент юзает у нас ульту и валить отсюда. Берсеркер колл проюзал. Шачло все это бессмысленно. Ульта пошла у нас от Зевса. Алоха Дэн забирает ульту Зевса. Половину ХП снес. Ну как половину. Одну пятую максимум команды Басикляноу. Ну, выглядело все равно красиво. Зачем сразу юзать? Хотя, мало ли. Проюзал и украл что-то следующее. Все. Че вообще дорожить этой ультой? Некра у нас много получают от... Команды Басикляноун. Так, 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 так. Что это? Это у нас отвалился Вич Доктор. И, по-моему, у нас сейчас все вообще поотваливаются. Будут дикие траблы. Сейчас скажу, что нас ожидает. Одну секундочку. Здесь игра просто дико пофаченная. Ну вот, у Герокоптера появляется Баттерфляй. Появляется третий Некра для Лекана. И с данного момента, вы видите, тут жесть полная. Все команды вылетают. Поэтому, поэтому, поэтому я делаю вот так. Вы не переключайтесь. Следите за моими движениями. Следите, следите. Секундочку. Так, да. Это вот продолжение данной игры. Последние минуты там. Не последние минуты. Их еще будет 10. Вот. Все. Врываемся в продолжение данного матча. 27-ая минута. 30-ая секунда. Продолжение данной катки. Там игроки перезаходили. Там переподключались. Были какие-то проблемы у кого-то из состава Basic Leon. Все. И возвращаемся к данному матчу. 12-11 счет. Золото. Вот. После переподключения Empire в плюсе. 5 с копейками. По XP тут немножко Empire тоже в плюсе. По артефактам. Что нового появилось? Там, да. 2 минутки пришлось пропустить. Потому что игра в кашу просто превращалась. Некрономиконы. У Лекана уже 3-го левела. Есть Владмир. Сейдж Маск. Непонятно зачем. Наверное, Солар Крест. В итоге Лекан может собрать. И может просто выбросить. Сейдж Маск. На кой пес она нужна кому? Ульта пошла у нас от Зевса. Проверить где кто. Зевс. С Бладстоуном. Зевс с Персиком. У Зевса готовится рефрешер орб. Райс пока с 8-ми зарядами Бладстоуна. Шадоу. Демон. С Аркан бутсами. И с Транквилл бутсами. Чтоб ни одна, ни вторая нога не мерзла. С двумя видами тапок здесь. Стамонен. Его личное дело. Баттерфляй есть на Гирокоптере. Есть Сенжин Яша. И есть Стрингов Аквилла. Так. У нас Бестмастер. Наорал на Шадоу Демона. Не жалеет резолюцию Шадоу Демона вообще. И Прайм Алрор на него не жалеет. И Некров. Чего их жалеть? Эти Некра откатываются. Пусть будет. Пусть будет. Дальше за Шачло. Можно было бы чем-то его подстопить. У Алоха Дэнс еще нет Даггера. 50 копеек остается Алоха Дэнс. До Даггера. Очень важный артефакт. Дайте ему Крипа забрать. Так. У Феникса уже есть Шивас Гвард. У Уолвейс Фонофлайт также имеется Хенд оф Медас. И 1200 на руках. Я думаю, пора собраться в Аганим. Или в Юл. Аганим есть на Визаже. 1200 сверху. Бестмастера мы видели. Есть Бутс оф Тревел и 2200 сверху. Лорд Никус. Как же тебе за нуде сложно живется, да? Бывает. Зевс. 900 голды на руках есть. Ну и Райзу, конечно, еще собирать и собирать до рефрешера Арба. 7500, кстати, выигрывает Эмпайр по голде. По экспириенсу 2.5. И тоже выигрывает команда Империя. Ульта пошла у нас от Зевса. Проверил, где кто. Феникса чуть не слило здесь. Феникс у нас вообще без тапка входит. Уба, посмотри на себя. Что с тобой? У него транквил Бутсы в Курьере. Все, пошли транквил Бутсы наконец-то к Фениксу. Ну и команда Эмпайр выходит на мидлей. Бистмастер забирает у нас гирокоптера. Опять на ралли у нас. На игрока команды Бесилиан Ноу. Но все очень просто делается. Фамильяры сарятся на голову. А дальше 2 пачки некров. 2 пачки 3-х некров. Все это под хаулем. Каждый из них бьет очень сильно. Очень сильно, очень много. И убивать по сути нечем. Если бы гирокоптер у нас 2-х красных забрал, я говорю, вы представляете, что бы с ними было. Эрайс сливает себе 500 хп просто от одного из красных некров. И независимо от того, что делает команда Бесилиан Ноун, в любом случае падает у нас тава. Просто мясом давит команда Эмпайр. Сайлент. Сливает себе хп. У него есть Аэгис. Для него не критично. После потерянного Эгиса как раз от кулдауниса у него шейпшифт. Шачло агрит на себя Сайлента. Разваливает у нас Алоха Дэнса. Сайлент станет через секунду. Ну и неудачно здесь для Шачло все происходит. После супернового туба как раз Шачло появился. Шачло отъезжает у нас в таверну. Визаж забирает его через Фамильяров, через Плевки. Тут в принципе Лассон оф Лайк как хочешь может файтиться и разбирать своих оппонентов. Все. Команда Эмпайр отходит. Не вся правда. Стономэн скорее всего в таверну. Хотя и выхиливает его. Но сейчас Фамильяры станут и будут в принципе Шадоу Демона пытаться хотя бы хоть как-то развалить. Нет. Фамильяров лучше увезти отсюда. Минус 3 Фамильяра для Витч Доктора, на котором сейчас играет Стенден Слави. Это вообще огромнейший плюс по золоту. Агоним на Витч Докторе уже есть. У Гирокоптера есть 1400 после Баттерфляя. Есть также Угрклап и готовится выйти в БКБ, в данном случае Нико. 15 тысяч золота Эмпайр. По экспириенсу 5 тысяч тоже для Империи. Такие графики после переподключения. Кривизна абсолютная. Ну будем периодически просматривать. Кардиограмм здесь не будет. Полоса будет на одном и том же месте. Бейсиглянноун по мидлейну выходит. Подпушили уже по Т2. Эмпайр готова, я думаю. Дефать ульта пошла у нас от Зевса. Не самое страшное дело. Ульта без Агонима. Ульта еще до сих пор второго левела. Два Персеверанса приобретает Зевс. Эта игра после переподключения превращается в не пойми что. Я думаю, что что-то здесь неладное с Зевсом творится. Куда он в итоге выходит, непонятно. Так. Резолюшн у нас файтится с иллюзиями кого? С иллюзиями самого себя. Файтится Резолюшн. Все. Команду Бейсиглянноун отогнали. Алоха Дэнс вообще без печали. Алоха Дэнс во вражеском лесу и никуда отсюда не собирается ходить. Шачло поднимает. И здесь через Фамильяров просто расковыряли Шачло. Просто пачка Фамильяров убивает Шачло. Во-первых, побило. Во-вторых, по очереди приземлились на голову. Минус Шачло. Это делает Алоха Дэнс. Фейтболт и Телекинез. Просто надо на 3 секунды задержать у нас Акса и Аксу Смерть от Фамильяров. Жесть. Команда Эмпайр, конечно, дикое оружие имеет в своих руках. Все это, конечно же, под Хаулем от Сайлента. Но, тем не менее, тем не менее, есть такие вот вещи, которых не страшно терять. Которые могут по всей карте двигаться без проблемы. Которые могут выключать самых жирных ребят в составе соперника. Все, две пачки Некрономиконов. Хауль пошел у нас от Сайлента. Начинают убивать Тауэр. Все это получается великолепно. Правда, Некров в итоге у нас потеряли. Тауэр расковыряла команда Эмпайр. И Мид Лейн. Скоро. Ой, точнее, нижний лайн скоро, как и Мид Лейн. Будет у нас стоять максимум с одним бараком. Никуда не отходит команда Эмпайр. Произвали смок на отходе. И на хайграунде стоят, ждут. Кто-то придет, видимо, дефать. Кто-то попытается отпушить. Под смоком команда Басилиан Ноун. Видят кабана. Ника. Спадает с него смок. Поднимает Ника в телекинез. Алоха Дэнс на лоу ХП. Ульта пошла у нас от Феникса. Нарал Резолюшн на Ника. Феникс приземляется. Феникс фуловый. Минус 3 делает команда Эмпайр. Сайлент уже делает трипл килл. Еще один килл. Минус 4 делает Сайлент в этом файте. Это Тим Вайп от команды Эмпайр. И по байбэкам смотрим, у кого что. Да ничего хорошего. Только у Вич Доктора есть байбэк. Ну и у Шадоу Демона. Но это никого уже не интересует. Команда Basically Unknown пишет GGWP. 35 минут 38 секунд. В принципе, нормально. Подрались. Все, в общем-то, понятно по данной игре. Эмпайр задавили количеством суммонов. Задавили бустом тех же суммонов. Это тебе и Владмир. Это тебе и Хауль от Ликана. Ну, все получилось на ура. Еще и рефрешер под конец собрал у нас бестмастер. Короче говоря, не вывести вообще данную комбинацию. Ну что, ждем вторую катку. Не ждем точнее, а перерыв у нас будет на 3-4 минуты. Я пока загружаю вторую игру. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте и на канал Ютуб. Но Твич первоочередная вещь. Просто слева внизу нажали на сердечко. Буду вам очень признателен. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Пауза 3-4 минуты и подключаемся на вторую игру. Команда Empire против коллектива Basicly Unknown. А дальше у нас еще две игры. Basicly Unknown против Natus Vincere. Посмотрим, как против данной болгарской команды смотрится Na'Vi. Все. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok